Этот день все 34 пассажира теперь считают вторым днем рождения. Люди чудом спаслись после того, как катамаран, на котором они плыли по Волге, пошел ко дну. На этих кадрах видно, как в речном порту их встречают встревоженные родственники, которые поделились с нами первыми деталями события. Где-то порядка 50 минут плыли до какого-то острова. Там они отмечали день рождения, потом погрузились на судно, отплыли минут. Она мне звонит по телефону, говорит, мы отплываем. Минут через 10 она мне звонит и говорит, мы тонем. Хотя теплоход отошел не так далеко от пристани, место, где он ушел под воду, все же трудно разглядеть с берега. Обзору мешают многочисленные малые острова. Видны даже проходящие здесь суда. Место вполне оживленное. Наверное, поэтому и помощь подоспела быстро. Рядом проплывали рыбаки и речное судно. Они первыми пришли на помощь. Пострадавших разместили в проходящий прогулочный теплоход и доставили на берег. Ответ на вопрос, что происходило на борту до ЧП, знают только они. Поэтому сразу после спасения их опрашивала полиция. В отделе полиции опрос до самой ночи. Здесь и спасенные пассажиры, и капитан судна. Кто в чем успел спастись? Там было четыре девушки, в том числе моя супруга. Там было четыре спасательных жилеты. Вот на мужчины, ребята, одели на них спасательные жилеты. У них было четыре саба с собой. Вот они ими воспользовались как плотами. Говорить на камеру о произошедшем другие не пожелали. Нас не отпускают пока. А как вот было, вы не помните сказать, не можете? Без комментариев. И вининнику хотя бы. Можете сказать, сколько лет исполнилось? С днем рождения. Да и все с днем рождения. Всех нас с днем рождения. Катамарану Казанец-1 в этом году исполнилось бы 28 лет. Судно 1994 года постройки рассчитано на 15 человек. Как выяснило сегодня Центральное следственное управление на транспорте, накануне на борту было в два раза больше. Мы отправились на лодочную станцию, откуда и отправилась в путь судно, но руководство не оказалось на месте. Они уехали все. Допрос, да? Ну, скорее всего. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба». Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Допрашиваются свидетели, капитан и собственник судна. Готовятся к назначению ряд экспертиз. Сегодня доложить о проведенных следственных действиях поручил глава следкома Александр Бастрыкин. Ход расследования поставлен на контроль центрального аппарата. Кто допустил двойной перегруз, было ли оговорено в договоре аренды количество пассажиров и почему их подвергли такому риску? Вопросов много. Вторые сутки на месте ЧП работают водолазы. Судно ушло на глубину 4 метра и перевернулось вверх дном. Водолазы установили на его днище сигнальный фонарь, а в зоне происшествия опознавательный знак, чтобы избежать других столкновений. Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, Вадим Иларионов. ТНВ. Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани. 5705100.